Девушки отдыхают Ага, остальные, да? Ну, слушайте, как это? Короче, у меня сын старший, он сейчас, ну, у него молочные зубы, долго что-то задерживается уже, и он подсел на зубную фею, жестко, очень сильно ему нравится. Он теперь все, каждый раз, как упадает зуб, он по подмушечку ложится спать, просыпается, а с утра уже зубная фея рада представиться. Должна это все проплатить. А зубная фея вертела проплачивать это все, честно говоря. Он кладет и кладет, кладет и кладет уже. Один, второй, третий, семь штук уже положил, семь. У него выпало три, он семь положил, ты где берешь-то их, скажи мне. Ну и как-то, чтобы соскочить с этой темы, конечно же, уже, я ему... Я говорю, слушай, Данил, это, конечно, такая ситуация, ты знаешь. Дед Мороз, понятно, да и сте... Он раз приехал и раз в год, и счастливо, ты его не видишь, не слышишь. Но он есть, соответственно. А фея, там немножко другая ситуация вообще у них. Во-первых, их очень много, очень много. И они все разные вообще. И за каждым ребеночком своя фея закреплена, между прочим, если что-то. Каждый ребенок, своя фея. У одного своя, у каждого своя. И все разные. И так получилось, что у тебя твоя... Жадная, короче. Он... Да блин! Нафиг, нахрен, блин! Что постоянно какая-то невезуха? В школу с банкой борща хожу, блин, один. Что за фигня постоянно? Что она вообще тогда может положить? Я говорю, ну... Болт может положить на... Все твои просьбочки и все остальное. Что-то он... Ну... Некрасиво, конечно, некрасиво. Я тоже что-то пригорюнился. Жена, конечно, меня тоже вставила после этого. Говорит, как можно ребенок? Бедного, маленького. Я что-то... Ну, прям застыдили. Все. Я такой захожу к нему, короче, когда он уже спит. Уже тоже зуб, но он уже в слезах. Я говорю... Это, короче, звонила она сейчас. Звонила. Денюшка появилась у нее там. Слушай, в общем, все. Будет, все нормально будет. Ты зуб, она подарок, ты зуб. Она будет, все, класс, все будет. Ты зуб, она подарок... Ну, это ее работа. Она должна это делать, естественно, естественно. Но ее это очень бесит, если что. Прям бесит. Но она будет это делать, потому что за ней там следят. Ей потом не дадут. Так что... Будь добр. Но в целом классно. Тут такая куча сюрпризов от сына. Короче, сын недавно спрашивает меня. Папа, что такое интим? Я закрываю вкладку и говорю, что? А ты отошел отсюда? Я говорю... Не-не-не, шучу. Короче, как было? Реально было и реально как это было? Смотрите, я въезжаю в город. Я живу в Зеленограде. При Вевде город у нас продуктовый магазин, аптека и интим. Сразу же. Который, естественно, как вы все знаете, пестрит. Вот так вот, блядь, постоянно просто. Фиолетовый красный, пестрит. Всеми цветами розового, блядь, какими-то просто. Видали просто бесконечная пестряка какая-то? Я уверен, что кто-то путал с караоке, нет? Заходит просто толпа такая. В смысле нельзя песню выбрать? Я с микрофоном стою. Включайте уже. Э, хорош. Реально? Ну? Какого черта так блестит? Вы же замечали 100%? Розовый красный, зеленый, фиолетовый. Постоянно что-то крыло. Естественно, сын увидел. Естественно, он заметил. Потому что он всегда обращает внимание, что-то читает, вычитывает постоянно, потому что, ну, как губка впитывается. И, короче, мы, ну, там, не знаю, едем, сантехника. Он такой, сантехника. Че сантехника? Я говорю, ну, это толчки, унитазы, трубы. Это все сантехника называется. Слушаем на радио, там, типа, абитуренты в этом году, тра-та-та. Он говорит, а кто такие абитуренты? Я говорю, ну, это люди, которые вот из тюрьмы вышли только что. Я тоже не все слова знаю. В конце я, че, че, я как будто доктор наук. Я сам еле доучился. Ну, и все, и мы едем, едем. Я краем глаза смотрю постоянно, и он такой, интим. Я такой, а че такое интим? Я такой, ну. Ну, как ответить? Как ответить? Причем, что ты говоришь, да, ничего особенного. Потому что там же, под интимом, еще более интересная надпись для ребенка. Игрушки для взрослых. И он, игрушки. Игрушки. Что за игрушки, пап? Че там за игрушки? Я говорю, ну, там, ну, там, ну, там, ну, там, не надо. Ну, понимаете, просто, а что делать? Как, как быть? Как мне объяснить? Короче, я так и не смог сыну объяснить. Как мне объяснить? Вот что мне сказать? Он такой, так что, в итоге, ты интим, это? Ну, 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 вот смотри. Интим, да. Ну, вот, например, вот, тетенька любит дяденьку, да? А дяденька любит, когда тетенька становится дяденькой. А в этот момент сам дяденька становится немножечко тетенькой. Ясненько, в общем. Ну, то есть, я не знаю, ну, либо прям в лоб, прям в лоб. Типа, слушай, ну, что, ну, вот тебе нравится девочка какая-нибудь в школе? Ну, а там хуи продают. Как хотите, так и разбираетесь. Невозможно объяснить. Вообще, в целом, когда писался монолог этот, я думаю, ну, неплохо бы зайти вниз, посмотреть, что там происходит. Ну, страшно заходить, потому что мне там ничего не надо. Если мне надо, я, понятное дело, зашел что-то, ну, то есть, там, там более нормально выглядит человек, который просто заходит, берет что угодно, вот такую, я пошел. Он более нормальный в этом плане, чем я, которому ничего не надо, и я такой, да, просто посмотреть. Руками не трогайте. Извините. Извините, конечно. Ну, просто смотрю, хожу, нет, конечно. Да и, честно говоря, я не хочу встречаться глазами вот с этим человечком, который на кассе сидит, вот это, знаете. Ну, там тоже, ну, не просто человек. Там извращуга максимального уровня туда устроилась, потому что, ну, я не знаю, кого там можно встретить. Я думаю, там заходишь, вот такая, у него на входе бубенчики, вот эти, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. И все, заходишь, такой, вам подсказать что-нибудь? Здравствуйте. Какие-то вопросы? Если что, обращать, обращать, все, все. А я, если что, здесь, да! Я здесь, все. Жду все, так что, ради бога. Вон там, посмотрите еще, да. Да! Да я вас еще не спрашивал, ну, я не знаю. А так, если что, если что, я всегда здесь. Меня? Олег. Ну, то есть, я не знаю, страшное это, конечно, все. Ну и смотрите, что-то, да, раз уж рассказал про сына, про маленького расскажу, он самый маленький у меня, самый новенький, который, знаете. Короче, он, он вундеркинд, это вообще гордость, конечно, моя, я так думал, что секунд, наверное, 16, что он вундеркинд, гений. Короче, у него горшочек есть, обыкновенный горшок, куда он ходит, но сейчас в горшке есть такая секция средняя, она вот так отстегивается, ее можно помыть и обратно встегнуть, чтобы вот эту фигню не доскать. Короче, он, представляете, никто не учил, никто не показывал. Он сам спускает портки, садится на этот горшок, сам садится, писает, аккуратно встает, надевает обратно эти портки, застегивает вот эту штуку. Аккуратно вынимает, сам, представляете, мы тут прям смотрим, нифига, несет, чтобы, не дай бог, не расплескать. И сам каждый раз аккуратно выливает на диван. Сука, на, просто. Шлеп, просто на диван. На, вот так, как, да, я встану, говорю, в конце концов, ты что делаешь? Да это невозможно, я думаю, зачем ты так делаешь? В конце концов, прекрати, ну, что ты делаешь? А потом понял, он реально гений. Он реально гений, представляете? Он делает это для того, чтобы сберечь нашу семью. Как это связано, долбоеб, спросите вы? А я отвечу, я отвечу. Я перестал ругаться с женой, чтобы на этом диване обоссаном, блядь, не спать больше никогда. Понимаете? Все, мне туда теперь не хочется, я туда не пойду. А он знал, он знал. Он уже прям привык, когда мы что-то поссорились, и я на диван, он такой, ну, больше этого не повторится. Все, все. И чем сильнее... Чем сильнее ругаемся, тем он больше туда наливает, наливает. Я недавно замахнулся на нее, он прям говном начал мазать. Давай, давай. Бать, я подготовил, ложись, все. Не, реально понимает все, понимает, что мама с папой остались в той комнатке, все, на кровати померится, все будет нормально, все хорошо, не надо расставаться и так далее. И реально работает, прикиньте, офигеть. То есть раньше я всегда такой, да, пошла, да, да, все, у меня вот диванчик. И все. А сейчас ты ложишься. Прямо, бля, осознание в секунду приходит, представляете? Вся, вся жизнь просто такая... Че мы начали-то? Дала и дала соседу тоже мне, подумай, бля, не знаю. Пусть вообще у нас остается у нас место, вон, вагон, бля, пусть будет. Все, спасибо, ребят, большое, у меня все для вас. Отдых на российском курорте всегда идет не по плану. Зачем мы сюда поехали, а? Одиннадцатый год подряд, я же ведь запланировала Грецию. Были причины. Какая причина? Я женюсь. Не у тех, кто сюда приезжает... Пойдем ли тебя со своим парнем познакомлю? С кем? Не у тех, кто здесь живет. Поехали домой. Я теперь с Борей. Ну и что ты в нем нашла? Я, во-первых, ее уважаю, во-вторых, люблю. В-третьих, я красивый. После такого отдыха... Ну, у меня сейчас так отдохнете, в порошок сотретесь. Всем нужен отпуск с понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.